Видеокарта поставляется в небольшой картонной коробке, вся информация собрана на наклейке сбоку. Это версия SB стоимостью 480$, в комплекте которой нет ничего лишнего, просто видеокарта в антистатик пакете и низкопрофильный IOShield. Если хотите вариант «все включено» PB, придется раскошелиться на 699$. За эту переплату вас снарядят четырьмя переходниками Mini DisplayPort на DisplayPort, макулатурой, документацией и красивой коробочкой. Видеокарта исполнена в низкопрофильном двуслотовом форм-факторе. Кулер турбинного типа, субъективно не шумный. Интерфейсная панель снаряжена четырьмя разъемами и дисплейпорт версии 1.4, а значит выдать картинку в 8К 60 Гц не проблема. По бокам нет ничего интересного. Кстати, видеокарта не нуждается в дополнительном питании, а это отличная новость для компактных рабочих станций. На обратной стороне текстолита нет ничего интересного. Низкопрофильный IOShield выглядит следующим образом. Крепится за четыре болта. Два к текстолиту и два к вентиляции. Защитная пленка дублирует серийные номера. Возможно, самый весомый недостаток — глянцевый пластик, который с удовольствием соберет любую грязь и отпечатки пальцев. Quadro RTX A2000 реализован на видеочипе GA106. Он также используется для RTX 3050, RTX 3060 и их мобильных аналогов. Активная часть вычислительного обвеса — 3328-104-48, а также 104 тензорных ядра. Шина памяти 192 бит, объем бывает как 6 ГБ, так и 12 ГБ памяти GDDR6. В качестве тестовых стендов использовались платформы LGA1700 и LGA1151v2 для проверки возможностей на шинах PCI-Express 4.0 и 3.0 соответственно. Quadro RTX A2000 набрал 6502 очка в Benji 3DMark Time Spy. Это примерно на одном уровне с GTX 1660 Ti и RTX 3050. До уровня RTX 2060 немного не дотягивает, ну да ладно, ни одна из этих видеокарт не такая боевая кроха, как испытуемая. Более подробная таблица на экране. Как видите немало икон прошлого осталось позади, ну и конечно же посмотрим на нее с другой стороны. Ну и куда же без показателей в других бенчах. Что касается температурного режима. Автоматика удерживает температуру в районе 73 градусов в нагрузке. Это не 65 конечно, но достаточно близко к идеальным температурам эксплуатации. Тут нет 0 дБ. Турбина крутится даже в режиме простоя. На открытом стенде удерживается температура в районе 35-36 градусов. При стопроцентных оборотах чип удерживает температуру в районе 55 градусов. Так что система охлаждения с лихвой справляется со своей задачей и обладает высоким запасом для маневра в сторону тишины. Потребление ограниченное 70 ваттами. И как вы уже наверное поняли, физически не может превысить 75 ватт. Поэтому поговорим о частотах. Если вы не смотрели другие ролики о квадро поколения Ampere, напоминаю, у пользователя развязаны руки в тонкой настройке частот и кривой напряжений. Так что испытуемая может стать как быстрее, так и еще холоднее и тише в руках своего хозяина. А теперь то зачем многие пришли. Общая сводка по играм. Можно уверенно сказать, что квадро RTX A2000 хватает для максимального качества Full HD на уровне 60 FPS с редкими исключениями. Разгон способен обеспечить при раскадровой частоты до 15% в лучшем случае. Снова таки, помним об отсутствии дополнительного питания. Нагрев особо не возрастает. Для мониторов с высокогерцовкой A2000 не подходит. В Full HD 120 Гц раскачивается с трудом, а рубеж 144-165 практически недостижим в большинстве случаев. Шина PCIe 3.0 не оказывает никакого влияния на производительность на фоне PCIe 4.0. Максимум находится в районе погрешности, так что не стоит переживать, если у вас на руках устаревшая платформа. Теперь рассмотрим возможности квадро RTX A2000 в каждой отдельной игре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Максимум 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...